В наше время обоснованную тревогу вызывает омоложение преступности. В обществе идет разговор о самых разных проблемах молодого поколения. Это и бездуховность, ухудшение здоровья, безработица, рост преступности и наркомания. Проблема наркомании возникла достаточно давно, однако все больше разрастается. От наркомании страдают наши близкие, родные люди. В любое время наши дети могут попасть под ее пагубное влияние и лишиться возможности полноценно жить. Такие проблемы имеют место не только в нашей стране, но и во всем мире. Однако, учитывая ментальность именно нашей страны, особенно горько осознавать, что такая чума поражает и наше общество. Именно поэтому силами сотрудников правоохранительных органов, преподавательским составом средних школ, представителями общественных организаций проводятся занятия, направленные на профилактику молодежной преступности, в частности наркомании. На этой неделе в средней школе номер 4 в городе Сухум с учащимися 8 класса проведен открытый урок на тему наркомания и токсикомания. Урок проведен представителями Министерства образования Республики, заучим по воспитательной части школы, преподавателями и представителями подразделений по делам несовершеннолетних МВД. Сами школьники активно участвовали в беседе, ими были подготовлены и озвучены доклады о последствиях употребления наркосодержащих средств. Варианты и манабря. Шведские ученые в Чечине 15 лет были работали в объявлении последствия курения манабли и выяснили, что курение манабли вызывает шестерфлинию. Об административной и уголовной ответственности за употребление хранения и сбыта наркотических средств говорили представители правоохранительных органов. Мы являемся представителями по делам несовершеннолетних МВД. На сегодняшний день нам хотелось бы задумать очень серьезную тему, чем наркоманией. По Республике 107 несовершеннолетних составят на учете за различные правонарушения и преступления. Есть и дети, которые употребляют, к сожалению, употребляют наркотические препараты. На сегодняшний день, вот за 3 месяца нынешнего года, стало при Республике совершено 5 преступлений несовершеннолетних. Конечно, хочется, чтобы наши дети вообще не совершали преступления, но, к сожалению, таковы и у меня есть. Знание юридических норм необходимо для подрастающего поколения, потому что часто из-за правовой безграмотности они становятся преступниками или жертвами преступлений. Зачастую связанных именно с проблемой наркомании.